Виноградную косточку Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Есть такие песни, которые звучат как молитва, и это одна из них. Здравствуйте, меня зовут Григорий Адаменко, и в этой музыкальной квартире каждую субботу мы встречаемся с исполнителями, которые поют о самом главном, поют наши любимые песни. Это домашний концерт на телеканале «Спас», и мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, и вам смешно, и даже мне Конь наскаку и птица в лед По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине? По чьей вина? АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Мы чуть-чуть говорили об этом, и сейчас хотелось бы продолжить эту тему. Ваши родители, насколько я знаю, родом из Ленинакана. А как они оказались в Ленинграде? Мама из Ленинакана, папа из Еревана. Папа у меня кандидат в физико-математических наук. И он поступал в Матмех, в Петергофе он учился. И свою молодую супругу он повёз в Ленинград, в самый прекрасный город. Там они уже обосновались, и уже родилась я, и позже мой брат. Что вам привело любовь к музыке, когда вы впервые прикоснулись к этому и что-то ощутили внутри себя? Я пела везде, всегда, круглосуточно. Но я занималась художественной гимнастикой. И наши тренера, они посоветовали родителям параллельно отдать мне музыкальную школу. И несмотря на то, что было середина года учебного, меня взяли. И я получала образование по классу фортепиано. Закончила я музыкальную школу с красным дипломом. Пела я, как уже говорила, всегда. И мой самый большой поклонник – это мой папа. А папа поддерживал. 99% доходов семьи уходили на аранжировки, на платья, на песни. Вообще, это огромный труд. Сейчас я, как мама, это понимаю. И ещё раз хочу поблагодарить своих родителей. Спасибо, что вы у меня такие. Да, спасибо большое вашим родителям за то, что мы сегодня здесь, за то, что мы наслаждаемся вами, вашим пением. Но ведь не только, мне кажется, поддержка и всегда какие-то радостные вещи слышишь. Кто ваш самый строгий критик? Я сама. Я большая самовертка, я с собой всегда недовольна. И вообще, я к критике отношусь адекватно, к адекватной критике. Не бывает ли, что вы устаёте быть всегда идеальной? Неужели не хочется по-женски побыть слабой? Ой, мне бы очень хотелось быть слабой, очень. Ну, и я думала, что я, в принципе, женщина, слабый пол. Но как-то жизнь так складывалась, что обстоятельства, Господь, каждый раз давали понять, что надо быть сильной. И что ты сильнее, чем ты думаешь. Я заметил, что у вас есть песни, которые мы привыкли слышать в мужском исполнении. Из мужского, скажем так, репертуара. Если говорить стереотипами, конечно. И одна из них, это песня, которую мы сейчас услышим, «Позови меня тихо по имени». Расскажите, как она появилась у вас. В прошлом году был творческий вечер юбилейной группы Любе и Николая Расторгуева. И вот мне доверили эту песню. И я её так полюбила. Поэтому сегодня, если вы позволите, я исполню её для вас. Ну, Николай нам позволил, разрешил. Я думаю, что мы тем более будем рады. Спасибо. Спасибо. Позови меня Вели сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное Снова сумерки всходят бездонные, снова застят мне стекла огонные Там кивает сирень и смородина, позови меня, тихая Родина Позови меня на закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня, позови меня На закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня Знаю, сбудется наше свидание Затянулось с тобой расставание Синий месяц за городом прячется Не тоскуется мне и не плачется Колокольчик летать не ехали Только мимо с тобой мы проехали Напылили кругом на копыте ли Даже толком дороги не видели Позови меня Позови меня На закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня Позови меня На закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня Позови меня тихо по имени Ключевой водой напой меня Знаю, сбудется наше свидание Я вернусь, я сдержу обещание Позови меня на закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня, позови меня На закате дня Позови меня, грусть, печаль моя Позови меня Браво! Наши любимые песни Наши любимые песни У вас среди множества других наград Есть награда за участнику военной операции в Сирии Вы выступали на военной базе Хмеймим Российских вооруженных сил Расскажите об этом Ведь это очень достаточно серьезный поступок Для девушки, для мамы, двух детей Спасибо Действительно, я и мой коллектив Летали в Сирию неоднократно Трижды Однажды даже попали под артобстрел Но когда я в первый раз приехала Когда я пообщалась с нашими офицерами С военнослужащими Я поняла, что я обязательно сюда вернусь Они так тепло принимали Они были рады любой весточке с Родины Насколько я знаю, в один из ваших приездов туда По базе Хмеймима было выпущено несколько ракет То есть была атака на базу Вы знали об этом в тот момент или узнали уже после? Нет, знала Значит, как это случилось? Мы приехали, нас разместили И вдруг сирена Я из окна смотрю Бегают военные в головных уборах И нам все говорят, нельзя выходить В общем, концерт перенесли где-то на 5-6 часов Наши ПВО отразили нападение Но страх, конечно, он остался А они живут так постоянно Но все-таки они военные Для них это тяжелая, но работа А для хрупкой девушки Это, мне кажется, серьезное такое испытание Помогает ли молитва в такие моменты? Помогает молитва Помогает то, что я очень доверяю и верю нашей армии Батюшка, я хочу спросить у вас Обратиться к вам С одной стороны, в Евангелии говорится о том Что без воли Божьей и волос не упадет с головы человека С другой стороны, насколько оправдан такой риск Когда хрупкая девушка, мама двух детей Подвергает себя вот такому серьезному, настоящему, невыдуманному риску Ну, в Священном Писании тоже сказано о том, что Если Бог за нас, то кто против нас? Поэтому действительно любой мужественный поступок Совершается благодаря тому, что человек делает правильный выбор Потому что настоящая свобода Она только во Христе И Господь дает нам уверенность в том, что ты свои действия Ведешь благодаря тому, что тебе открывается его воля Что воля Божья, она тебя ведет И Господь тебя ведет Вы знаете, любая поддержка тем людям, которые готовы отдать свою жизнь за другого человека Вызывает не только уважение, но и чувство глубокой благодарности этим людям Спасибо, спасибо А как вы подбираете репертуар, когда вы ездили в эти поездки такие серьезные? Какие песни в первую очередь хотят слышать люди, которые защищают страну? Конечно, я исполнила песни, которые они любят Это что-то из Булата Куджавы, Владимира Семеновича Высоцкого И, конечно, свои композиции Но вы не понимаете, какие у них глаза В них столько благородства Это русская стать, русского офицера А песни, которые мы услышим сейчас Тоже из творчества Владимира Семеновича Высоцкого Вы пели ее там на «Хмеймиму»? Эту нет Эту не пела, да, я пела другую Но я хочу сказать, если можно Давайте мы затронем творчество Владимира Семеновича Конечно, с большим удовольствием Это очень интересно Это удивительный человек И действительно, мне кажется, у него была связь с Господом Потому что столько потрясающих произведений Их сила, их воздействие сильно до сих пор И сейчас я бы хотела исполнить песню Которая исполняла любовь к его жизни Марина Влади Марина Влади Я несла свою беду Мы с удовольствием послушаем Я хочу попросить помочь Александра Соколкина Поаплодируем Я несла свою беду Я несла свою беду Надоломился лед Душа Оборвалась Камнем под воду пошла А беда хоть тяжела Да, за острые края Задержалась Да, за острые края Задержалась И беда с того вот дня Ищет по свету меня Слухи ходят след за ней С кривотулками А что я не умерла Знала голая ветла Да, еще перепела Перепела с перепелками Да, еще перепела с перепелками Кто же из них сказал ему Господину моему Только выдали меня Проболтались И от страсти за мне свой Он поехал вслед со мной А за ним беда с молвой Увязались А за ним беда с молвой Увязались Он настиг Меня догнал Обнял на руки Поднял Рядом с ним Седле беда Ухмылялся Но остаться Он не мог Был всего один Денек А беда На вечный срок Задержалась Беда Беда На вечный срок Задержалась 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 И продолжим петь Наши любимые песни Не переключайтесь Наши любимые песни Наши любимые песни Это наши любимые песни Мы продолжаем встречу И беседу С очаровательной Зарой Зара Вы ведь помимо того Что артистка Вы еще и мама Двух детей Мы касались этой темы В первой части нашей программы Что требует Большего Сосредоточения Больших усилий Воспитания детей Или Работа на сцене Сложно сказать Конечно Воспитать детей Поднять их И Вложить В них Все самое главное Это очень непросто Конечно Бывают самородки Которые Самостоятельно Находят свой путь Но В основном Эта работа Наверное Все-таки Родителей Направлять Наблюдать Что им нравится Что не нравится Где наоборот Немного Да Проявить строгость И Научить их усердию Упорству И дисциплине Потому что Не имея этих качеств Даже самый талантливый человек Не сможет себя реализовать В этом жизни У вас старший Даниэль Да? Или Данила? Даниил Данька И младший Максим Максимка Сколько им сейчас? 10,8 Насколько они похожи И в чем их главные отличия Может быть Да Я слышал, что Один из ваших сыновей Называет вас Радость моя Вот такая Трогательная Милая И очень Какое-то удивительное Называть так мамочку Это вам прекрасно Расскажите Они уже такие взрослые Они уже меня даже Догоняют По росту Абсолютно разные Вот просто такие разные Старший Очень душевный Очень тонко чувствующий Все пропускает Через себя А Данька Он такой мужик Он такой мужичок Для него имеет значение Только мужское слово То есть дед Или мой брат Роман А вот Абсолютно разные Но классные Вы знаете Я благодарю Господа У меня хорошие парни Вот Многие сейчас Девушки Мамы Которые смотрят Нашу программу И возможно Наши гости В зале В нашей студии Задают себе вопрос Как можно успевать Гастрольный график Плотный Съемки Телепередачи Концерты Выступления И еще и дома Не просто уделять время Детям Но еще и Всегда Быть в тонусе А я об этом Не задумываюсь Об этом не надо задумываться Вот если не будете То тогда все будете успевать Опять же Упорство Трудолюбие И стараться Меньше лениться Но Как совместить И собственных детей И еще Детей с особенностями Которым вы уделяете Очень много времени Вы занимаетесь Благотворительностью И как объяснить Собственным деткам Что есть и еще Люди Маленькие люди Которым тоже Нужна забота Тоже нужно Внимание И тепло Во-первых Мои дети Собирают свои игрушки Которые мы передаем В детский дом Во-вторых Я неоднократно Брала их В подобные поездки Где они видели Что есть Замечательные дети Но которым Мне так повезло В этой жизни А кем вы видите Их в будущем Вы упомянули О том Что один из них Более такой Брутальный Мужественный Второй очень Тонко чувствующий С ваших слов Данька хочет быть Футбольным комментатором А Максик Он у нас Очень увлекается Изучением языков Он многие языки знает И он говорит Мамочка Хочу в миди работать Ух ты А какие дома Вы им поете песни Всегда ли эти песни Совпадают с вашим Текущим репертуаром Для публики Когда они были маленькие Пела много Причем пела и народные песни Песни военных лет Что-то на родном языке Детские песни Пела много Сейчас уже не пою И они как-то уже Сами быстро Выключаются Засыпают Они меня слушают Они меня слушают Только на концертах Мы вас попросим Спеть следующую песню Прямо сейчас Что это будет Мы затронули детскую тему Да Поэтому хочется пожелать В лице деток Всем здоровья Всем благоразумия И конечно же Мира вашему дому Парапара человек Это целая планета С края раю до земли Рукою не достать Перегресток звездных рек Вижу я на карте неба Нам-то, нам-то, там надо Там надо летать Города ускорят бег С каждым днем живем быстрее Забываем посмотреть На звезды по ночам Парапара человек Могут стать одной вселенной Нам-то, нам-то, там надо Любить и мечтать Я тебе подарю этот мир Разноцветный и яркий лавир Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Я тебе подарю этот мир Он наполнен цветами и красками Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Мир вашему дому Пусть все зло уйдется А когда покраснет свет Время в темноте завистнет Вспоминаем главную свою причину жить Парапара человек Парапара человек Поменяет ход забыть И нам-то, нам-то, там надо Учиться любить Я тебе подарю этот мир Разноцветный и яркий лавир Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Я тебе подарю этот мир Он наполнен цветами и красками Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Мир вашему дому Пусть все сбудется Я тебе подарю этот мир Разноцветный и яркий лавир Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Я тебе подарю этот мир Он наполнен цветами и красками Не грусти, не смотря ни на что Мир вашему дому И пусть будет все хорошо Мир вашему дому Мир вашему дому Браво вам и вашей маленькой помощнице Зара, сейчас сложно в это поверить Но насколько я знаю Вы когда-то даже хотели бросить Все то, чем вы занимаетесь Так ли это и с чем это было связано Или это не соответствует действительности? По-моему, не соответствует действительности Ага, все, значит, желтая пресса Мы не верим в желтой прессе больше Но действительно, я очень хотела порадовать своих родителей Папа, он приобрел квартиру рядом с университетом Рассчитывая, что я буду там учиться Я все сделала Я закончила школу с серебряной медалью Я поступила Я даже год проучилась А на какой специальности? Восточный факультет Отделения иранской филологии Ага Да Вот И я говорю Папа, я сделала все, что ты хочешь Но я говорю Это не мое А меня приглашают, значит, на концерты Там даже приглашали в кино сниматься Я понимаю, что мне нужно совершенствоваться в этой профессии Папа, как всегда, промолчал И я дружила как раз с Андреем Павловичем Петровым Великим композитором с его семьей И он говорит, давай-ка мы поговорим с моей внучкой Она учится в театральном Я поступила и закончила театральную академию на Ваховой И по диплому я драматическая актриса театра и кино Я видел ваши спектакли Да, ну, конечно, я учился на курс Помладше 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 И вы производили, по крайней мере, впечатление уже тогда Человека, который абсолютно уверен в том, что он делает Но я все-таки пытаюсь докопаться до каких-нибудь тайн Хочется их деликатно, но интересно раскрыть Может быть, Марк, как ваш хороший друг, расскажет Были ли какие-то случаи, когда Зара удивляла Или, например, как-то ярко реагировала Что-то, что можно рассказать Потому что всегда Зара сдержанная Всегда с чувством собственного достоинства Я не знаю, для кого-то это будет секрет Но мне кажется Да, наверное, со стороны кажется Что так благополучно и легко складывается ее путь Я знаю Зару в разных ситуациях Есть ситуация, когда она чувствует Я не знаю, там, себя разбитой Какую-то несправедливость Но она боец Зара очень крепкий орешек И то есть, я думаю, не случайно Она ведь своих сыновей пытается научить дисциплине и упорству Потому что она знает, что, да, кроме ее близких родных На самом деле, эти два качества ее хранят и ведут вперед Григорий, можно я тоже скажу? Конечно, конечно Вы знаете, вот с тех пор, как мы познакомились с Марком Мы прошли с тобой не один, ведь состязательный такой период И конкурсы, и проекты были И вместе ездили на гастроли в Германию И я хочу сказать, что, конечно, Марк идет абсолютно своим путем Вот мне кажется, мы немножко вот с Марком вместе Чуть-чуть в стороне нашего шоу-бизнеса Потому что у нас свое понимание музыки Ну а когда мы поем вместе на сцене, это, конечно, отдельная история Мне кажется, это один из самых таких партнеров, которые меня чувствуют Я надеюсь, это взаимно Да, это очень взаимно Я надеюсь, что мы еще будем петь с тобой Обязательно Я еще хотел сказать Вот ты сегодня и пела песню Николая Николаевича Добронравова И пела песню Андрея Дмитриевича Дементьева И вот тут я тоже хочу сказать о том Что мне в тебе, как в артистке, импонирует очень Потому что мы забываем сказать Что так, как слово русское в нашей советской, потом в российской музыке Такое колоссальное значение имеет И та высокая поэзия, которая есть в наших песнях Что на мировом уровне не всегда найдутся аналоги И поэтому вот этих поэтов, с которыми и дружила, и дружит Зара И для нее крайне важно слово И она часто идет за словом Спасибо Дорогие друзья, разговор с очаровательной Зарой Мы продолжим через несколько секунд Не переключайтесь Наши любимые песни Наши любимые песни А напоследок я скажу А напоследок я скажу Прощай, любить не обезуйся С ума схожу или восхожу К высокой степени безумства Как ты любил Ты пригубил Погибели Не в этом дело Как ты любил Ты погубил Но погубил Так не умела А напоследок я скажу Работу малую Весок Еще вершит Но пали руки И стайкою Наискосок Уходят запахи и звуки Так напоследок Я скажу Прощай Любить не обезуйся С ума схожу И льва схожу К высокой степени безумства А напоследок Я скажу А напоследок я скажу А напоследок я скажу Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Соколькин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зара, у вас очень разнообразный репертуар И я думаю, что все мы, все наши гости в студии И зрители у телеэкранов Убедились в огромном диапазоне Песен, которые вы исполняете Что должно быть в песне, чтобы вам захотелось ее исполнить? Цепляет или не цепляет? Вот все песни, которые я исполняю, они в разных жанрах, в разных стилях. В каждой песне что-то про меня. Поэтому я надеюсь, что я в них органично. Я узнал как раз про вас очень интересную новость. Среди большого количества наград и званий одна из них присуждена ЮНЕСКО. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Что это означает? Что это за награда? Действительно, я удостоена чести стать послом ЮНЕСКО. И самой главной своей задачей, я считаю, это сохранение культур разных народов. Уже несколько лет я делаю фестиваль этнической музыки. Я считаю, что надо поддерживать и популяризировать народную музыку, этническую музыку. Мы знаем, что каждые две недели во всем мире умирает один язык. Вместе с ним умирает целая культура. И, конечно же, наша задача – сохранить эти культуры, сохранить языки редкие, малых народов, сохранить музыку и передавать из поколения в поколение. Спасибо вам большое. И сердца интернациональные, вот как вы сказали. Это очень здорово. Спасибо вам за эту работу. Мы постепенно приближаемся к концу нашей программы. И в конце вы исполните песню Булата Шалыча Акульжавы, любимого мной и, я думаю, многими нашими зрителями. Его песни тоже ведь можно назвать, ну, по-своему, народными. И в советские времена, и сейчас они не теряют. Это достояние наше. Они народные. Каждая из этих песен, композиция – это шедевр. И спасибо огромное Булату Акульжаве за его наследие. Интересно, что многие его песни ещё в советское время многим людям напоминали молитву, при том, что сам Акульжава только перед смертью был крещён. При этом многие, насколько я знаю, через слова приближались к Богу для себя. Для вас эти песни звучат как молитва? Схожи? Да. Я считаю, что эти песни выстраданы. Ведь такие потрясающие произведения могут рождаться, если человек что-то испытал. И они являются теми маяками, которые нас ведут в этой жизни. Батюшка, я хочу спросить у вас. Булат Шалчаку Джава был крещён собственной женой перед смертью уже. Насколько я понимаю, в каких-то случаях такое допустимо? Насколько вы знакомы с этой историей? И как, в принципе, в каких случаях такое возможно? Ну, вообще, равнопосланный император Константин, он принял крещение перед своей смертью. Знаете, у каждого человека свой путь. И Господь открывается человеку, каждому человеку, в разные этапы его жизни. И, конечно же, когда человек пришёл к истине, пришёл к Богу, нужно не лениться. Нужно стремиться к тому, чтобы исправлять себя. Нужно стремиться к тому, чтобы бороться со своими страстями. И, конечно же, тогда, когда ты с себя сбрасываешь камни, которые тебе несут вниз, твое сердце, оно возвышается ввысь. Зара, за что вы сегодня благодарите Бога? Каждый день я благодарю Бога за то, что я проснулась, за предшествующий день, за то, что здоровы мои близкие. Я прошу его об исцелении тех близких людей, которые, к сожалению, болеют. Я прошу его дать силы и не покидать меня. И я ещё ему благодарна за то, что он меня никогда не оставляет, и я это прям чувствую. Я двоякое чувство сейчас испытываю. С одной стороны, очень жалко заканчивать нашу программу. У нас осталась всего лишь одна песня. С другой стороны, я испытываю чувство благодарности вам, нашим гостям, за то, что сегодня у нас в студии, в нашей музыкальной квартире создалась такая тёплая, уютная, добрая, искренняя атмосфера. Спасибо вам. Григорий, я хочу вас поблагодарить. Это во многом благодаря вам, потому что вы создали эту атмосферу за ваши добрые вопросы и то, как вы выстроили эту программу. Я хочу поблагодарить гостей, которые пришли и поддержали меня. Я благодарю всех, кто находится в этом зале. Вы знаете, как я к вам отношусь, к каждому из вас. Я благодарна руководству канала за нашу встречу. Спасибо всем большое. Спасибо большое. Какая песня завершит наш сегодняшний концерт и нашу творческую беседу? А песню мы споём все вместе. И вы её знаете, даже не буду объявлять. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ Виноградную косточку в тёплую землю за ровню. АПЛОДИСМЕНТЫ И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву. И друзей созову, на любовь своё сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечно живу? АПЛОДИСМЕНТЫ Собирайтесь, как гости мои, на моё угощенье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И когда заклубится закат По углам заметая, Пусть опять и опять Предо мной проплывут наяву. Белые буйволы, синий орел И форель золотая, А иначе зачем на земле Этой вечно живу? Виноградную косточку В теплую землю зарою И лозу поцелую, И смелые грустья сорву. И друзей созову На любовь в свое сердце настрою, А иначе зачем на земле Этой вечно живу? А иначе зачем на земле Этой вечно живу? И друзей созову На любовь в свое сердце настрою, А иначе зачем на земле Этой вечно живу? Это были наши любимые песни На телеканале «Спас». Мы увидимся с вами ровно через неделю. У нас в гостях была очаровательная Зара. До встречи! Аплодисменты